Ваня, доброе утро! Вообще Арктика всегда была таким местом притяжения, куда хотелось поехать, ну или не хотелось поехать совсем. Но очень интересна и история ее освоения. Карские операции. 1920-1930 годы, как советские люди, покоряли вот эту самую Арктику. Вот эти бескрайние, как ты говоришь, снега, вот эти ледоколы огромные, которые кололи лед и благодаря чему люди могли попадать в новые земли. А книга крайне интересная. Ну, во-первых, это реальные документы людей, которые были вот в этих экспедициях. То есть это их журналы, которые они ввели, в которые они все записывали, что происходило, как происходило. Ну и плюс здесь даны отличные комментарии, то есть того, что давала эта экспедиция нам, как в эту экспедицию собирались. Вот здесь, например, да, фотографии того, как все это готовилось. Кроме того, здесь очень интересно, есть различные технические элементы операции. То есть какие были ледоколы, как они выглядели, как они работали, сколько провизий люди с собой брали, сколько там они должны были съедать в день. То есть все рассчитывалось, да? Да, да, да. И здесь это все описано, это очень интересно. То есть вот если кто-нибудь увлекается путешествиями вот такими экстремальными, да. Или собирается поехать как раз в Арктику. Да. Ему самый опыт готовится. Здесь практически учебное пособие. Да, очень классная книга. То есть прям я советую всем почитать и проникнуться вот этим духом первооткрывателей, вот этих духом советских людей, которые верили, что нужно туда приплыть, все открыть и все будет здорово и замечательно. Расскажи мне, как человеку, который супер просто боится холода, как согревались там, там про это что-то сказано вообще. Различные специальные одежды, плюс очень жирная пища, то есть жирная пища дает тебе тепло. Сама, да? Да. С хлебушком черным. Значит, хлеба не знаю, но сама было точно. Ну ладно, не так бахартика на самом деле. Двигаемся дальше. Александр Семенов и его волшебный мир холодных морей. Это животные, это организмы, которые живут вот в этом вечном холоде, в вечной мерзоте. То есть, да, берут образцы, оттаивают их и изучают безумно красивые картинки здесь. Да, я знал, что тебе понравится. То есть, они на самом деле, да, ты понимаешь, что они очень маленькие, это просто все увеличено под микроскопом. Очень интересно почитать о том, что это такое, как это доставалось и, собственно, как оно живет, что оно делает. Да, и сами по себе картинки, вот прям, можно просто эстетически наслаждаться вообще. Вот я бы подумал, что вот, нет, предыдущую картинку, что да, вот это какой-то цветок, а на самом деле, да, вот, собственно, джолота вот тоже. Ну, чудище такое, приятное, кстати. Вполне себе. Можно и гостиночек на Хэллоуин подобрать. Можно и для макияжа вдохновиться. В общем, мне, на самом деле, книга проиллюстрирована очень красиво, краски, съемка, потрясающая. Но мягкие кораллы. Мягкие кораллы. Класс. Знала ли ты, что такое существо? Нет, вот, кстати, на самом деле, действительно не знаешь, и это прям новые и новые открытия. Да, на самом деле. Это запрелись такая противная. Это животное, у него красивое название, почитай. Липидонтус. Липидонтус. Ну, и сразу смотришь и понимаешь, что это Липидонтус. Настя, запомни, мне прям понравилось. В следующий раз, когда, не знаешь, как к человеку обратиться, вот уже все хорошие слова закончились, а нехорошие не хочется применять, да, Липидонтус? Господин Липидонтус. Да, Господин Липидонтус. Прекрасно. Последняя книга – это «Курс Полюс». Это художественная литература, это современные российские писатели-фантасты. Описали свои маленькие эссе, да, свои рассказы на тему того, как же покорялась Арктика, то есть, да, вот какие там происходили сюжеты. Это фантастика, основанная вот на реальных фактах освоения Арктики. Написано очень интересным языком, это очень коротенькие рассказы, в общем, все, как я люблю. Меня невероятно заинтересовал, да, рассказ Сергея Носова, который называется «Кольсоны капитана Биленсгаузена». Ну так, что же тебе там особо приглянулось? Ну, во-первых, название. У нас в последнее время «Кольсоны» другого человека больше всего не обсуждают. Нет, на самом деле название очень крутое, и сама идея очень крутая, да, то есть я дам спойлер к этому рассказу. Кольсонами Биленсгаузена называют созвездия, которые находятся как раз-таки на Северном полюсе, его видно, и по нему можно ориентироваться. И вот как этому созвездию было дано название, вот, собственно, здесь все рассказывается о том, как Биленсгаузен действительно в какой-то момент потерял свои кольсоны, и они замерзли где-то во льдах. История, она довольно смешная, то есть она прям юмористическая, вот там как люди все это обсуждают, а очень легкая книга, вот прям можно почитать и проникнуться атмосферой Севера. Вася, спасибо за подборку, за атмосферу. В общем, дорогие зрители, если вам холодов ярославских не хватает, и вы хотите отправиться подальше в царство льдов, то вот для вас, пожалуйста, подборка. Ну и если хотите, не знаете, как согреться здесь у нас на родине, тоже можете что-то выбрать и почитать. Доброго вам утра. Всего хорошего.